Ну что ж, последний шаг. Очень приятно, что мы были здесь в Молдове, нам с Аксенией. Для нас это целый марафон. И мы могли еще раз прикоснуться к Молдове. И еще раз, когда вы уезжаете из Молдовы, ты становишься длиннее и длиннее. И ты думаешь, вернешься опять сюда, на родину? Мы провели замечательный конгрес литературных евангелистов, Станислава. И теперь это встреча конгреса. Мы благодарим Униону Молдова. За то, что вы прилагаете столько усилий. Потому что вы получаете столько усилий. Вы знаете, не в каждом Унионе столько мероприятий проводят. Существует не в каждом Унионе. Существует в многих территориях нашего дивизиона только развивать. В многих территориях нашего дивизиона, эти вещи должны только развивать. Можете себе представить Униону, в которой нужно лететь 6-7 часов на самолете, чтобы прилететь на Конгрес. И это большая роскошь в наше время проводить такие мероприятия. Мы благодарим Галину Федоровну и Василия Николаевича за огромные усилия, которые они прилагали. Мы оценим дивизиона вашей службы. Мы благодарим всю команду, которая не видна, но вы столько много трудились. Мы благодаря для всех нашихEMS, которые чуть не были так увидите, но и отчет. Вы делали и вкусно, и красиво, и содержательно. Мы благодарим каждой семье, кто участвует в подготовке этого мира. Мы благодарим каждой семье, который у них участвовало в для заготовки этого летмена. Это большой вклад. Это не расстройство. Это большой вклад по длительной семье. в ее миссию, в развитие церкви в Молдове, когда мы укладываем семью, мы укладываем детей. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает этого мероприятия. Наших поваров, сестер и братья, здесь мои коллеги по медиаслужению находятся, Юлиан и Геннадий. Вы просто герои, вы на всех мероприятиях тут сидите. Они только звук включают. У них есть масса заданий, в том числе из дивизиона. Они сидят и работают, готовят, отсылают, выставляют. Вы знаете, мир находится в интернете. И они как раз позиционируют нашу церковь в интернете. Вам нужно оценивать это служение. Благодарить их за это служение. Вы знаете, айтишникам и таким специалистам, как вот эти наши братья, цены нет в мире. Да, айтишники и такими братьями, которые мы имеем, они не имеют пресса в любви. У них могла быть масса возможностей, они бы зарабатывали в десять раз больше. Но они ограничили себя совершая служение, они работают в церковь. Спасибо всем, кто занимался дизайном этого мероприятия. И каждую семью благодарим. Мы давно уехали из Молдовы. Но мы ностальгируем по Молдове. Поскольку мы здесь выросли. Я вот недавно прочитал стих, и он очень подходит к нам. Я читал много поэзии. Да, я прочитаю его. Этот вирус зовут ностальгия. Не поможет, увы, интернет. Просто мы теперь стали другими. Понимаем, что прошлого в Молдове нет. Что нам надо? По сути, немного. Прикоснуться к тем теплым домам. Мы с тобой, собираясь дорогу, наше детство оставили там, в Молдове. Но живем мы теперь уж другие. На другой половине земли этот вирус зовут ностальгия. И лекарства еще не нашли. Мы хотим поблагодарить, что вы любите свою страну. Потому что вы любите семьи. Разные. Создающиеся, разведенные, непослушные. Ахладевшие. Непосещающие богослужения. Чем хуже становится семья вашей общения, тем больше вам нужно их любить. Чем больше нужно их любить. Здесь, в Молдове, у нас родилась любовь. Здесь, в Молдове, у нас родилась любовь. Ну, у меня родилась. И в семье Аксении было девять детей. Ну, на самом деле так и есть девять. И она была самым последним цветом. Я ее сорвал. В городе моих тесте и тиши. И сразу очень далеко уйос. И сразу очень далеко уйос. Как вы думаете, далеко было отдать мне этот цветок? Я благодарю ее родителям и, конечно, ей. За то, что она согласилась выйти замуж за меня, путешественника. У меня есть список. У меня есть список. В этом списке 129 свадьбы записаны на которые я был. Какая дата, как звали Нихайя невесту и какой населенный пункт? Прежде чем я женился, я был на 129 свадьбе. Адвентисты. Это маленький, не знаю. Но я не в 40 лет женился. Я когда пришел из армии, мне было 20 лет. И я позволил себе иметь 5 лет. Я женился через 5 лет. И я очень быстро решил этот вопрос. Я очень быстро решил этот вопрос. Мы не дружили год, два, три. Мы не дружили год, два, три. Ни дружили год, два, три. Мы дружили... Я дружил с 4 лет, а она с нуля. Я прятался с 4 лет, а она с 0. Да, с 3 лет, наверное. Потому что она на 3 года была младше меня. Да. Ека в 3 лет, она маленькая, с 3 лет ягодом. Ну а когда я родился, я уже был взрослый, она еще один год. Да. Я когда мэм н prof, я уже летал матур, я уже 3 лет, а мэм 3 года. Ея мама из моего села. Мама ее есть из моего села. Поэтому мы видим с ней очень часто. И когда наступила время, мне исполнилось 25 лет, гормоны выпирали, любовь расцветала, я только подошел, предложил, и через пару месяцев женился. И никто ничего не понял. И только спрашивали, а почему Либиранский нет на свадьбе? Но говорят, он женился. Хотя свадьба у нас была, наверное, на самой большой в Молдове. Кстати, кто был у нас на свадьбе? 1200 человек. Валентин Иванович, ты не был? Не помнишь? Большая свадьба, 1200 человек у нас было. Это первая свадьба. А потом была вторая свадьба, у меня дома. И все это не сыграло большой роли в становлении нашей семьи. Я храню вот этот листочек росписи нашей. Рубля 50, помните, да, мужчина? Да, 1,50 рубля. 1,50 рубля и все она твоя. Да. 1,50 рубля и все это. Было просто и дешево. Ну, этот листочек, вы знаете, у меня всегда в бумажнике. Всю жизнь почти. И когда я достаю паспорт, я там его вижу. И тогда, когда я достаю паспорт, я его вижу. Да, он уже давно. Он всегда мне напоминает. Не только о печатию паспорта, а о прекрасном времени, когда мы создали этот союз. О нашем обещании. О нашей свадьбе. О нашей служении. О нашей семье, которую Господь нам подарил. Женщина она такая. Как я потом выяснил. А какая она? В организме женщин. В организме женщин. В шесть раз больше золото, чем у мужчин. Вы знали об этом мужчины? Поэтому не забывайте, говорите свои жене золото мое. Золото мое, которого больше чем в мне. Но мы иногда говорим, как вот некоторые. Но иногда мы говорим, как некоторые. Ладно, давай уже помиримся. Мы ведь с тобой оба виноваты. Но особенно ты. Вы так миритесь, нет? Все происходит и в нашей семье. Все происходит и в вашей семье. Вы знаете, однажды один пастер стоял за кафедрой. И перед проповедой задал вопрос. Он спросил всю церковь. Он спросил всю церковь. Кто никогда не обижается? Мужья жены, ответите всеми. Кто может сказать, что у вас никогда не бывает конфликтов? Что может сказать, если вы в семье не имеете конфликты? Встаньте, пожалуйста. Редакайте, пожалуйста. В церковь Тишина. В бисерике линяште. И вдруг пастер в глаза не верит. На задних скамейках стоят одна пара. Он спросил, что сказали? Он говорит, что есть у нас такие. И говорит, что у нас есть. И говорит церковь. Он говорит церковь. И говорит церковь. Братья и сестры, я пригласив вас в станцию, мы помолимся за эти цели. Фраць и сороки, ричи, ричи, нескам, что ли это или нет конфликтов? где нет конфликтов. Оно есть семьи, где нет обиды. Все это есть. И вопрос даже не в этом. А в том, как мы их решаем, когда мы скрываем проблемы, Бог даже не может их скрыть, чтобы решить. Счастливые супруги не могут избежать конфликтов. Но сочные супруги не могут избежать конфликтов. Вы знаете, что в истории библейской нет ни одной идеальной семьи. Вы знаете, что в истории библии нет ни одной идеальной семьи. Ни одной. Ничи одна. Или вы знаете. Су, может, знаете. Ну, я слышу какие-то предложения, но нету. Я слышу какие-то предложения. В каждую семью дьявол атаковал. Ничи одна, потому что дьяволу атака фейкарь фамилия. Вечером говорил с Богом. Сеара говорила с Богом. А утром кого-то уже обманул. Дар димунеца по-чинему а минтит. И таких семей много в Библии. И такие семьи много в Библии. Но эти семьи не останавливались на этих проблемах. Но эти семьи не останавливались на этих проблемах. И счастливые семьи это не те, которые не конфликтуют. Но они умеют контролировать последствия конфликта. Не учитесь не конфликтовать. Да, конечно. Конечно, этого нужно избегать. Сигур, что нужно избегать эти вещи. Нужно избегать конфликты, но они будут. Но они будут. Надо просить у Бога как их разрешить. Требуется спросить, что Бога, как их разрешит. Все конфликты семьи решаются только тогда, когда он придет. И вы заметили, что в обещании этих двух пар было слово «вечность». И это наша надежда. Когда появляется проблема, задайте вопрос. А что эта проблема значит на фоне вечности? Что означает проблема эта на фоне вечности? Иногда мы говорим, да это не стоит выеденого яйца. Какое отношение имеет вообще к спасению? Что это имеет с спасением, с ментой? Конечно, иногда нужны чудеса в семье, чтобы все изменилось. Сигур, что когда есть нужная минуя в семье, чтобы что-то изменилось. И наверное, многие смотрят на свою семью в прошлом и говорят, если бы не чудо, мы бы не жили. Да, и probablemente многие смотрят на их семье, мы бы не жили. И говорят, что если бы не было минуя, мы не суправит. Но это чудо Бога. Это минуя. Он творит чудеса. Он творит чудеса. Недавно мне прислали видео из Африки. Не очень много, но я получил видео из Африки. В одном районе Анголы страны. В одном районе Анголы страны. Вопадает манна. Да, падает манна. Вы слышали такое? В Анголе, в самом беднейшем районе. Два раза в неделю выпадает манна. Два раза в неделю выпадает манна. И люди собирают ее. Вот вы видите в руке, да? И люди собирают ее. Как такое может быть? Как это может быть? Чудо. Минунное. Люди собирают и кушают манна. Оменные острыг и о мананка. Десятки людей в этом фильме свидетельствуют, что да, я собираю. И это чудо. Зачи де омени, в фильме, мертвисе, да, о стрынжем и о манкем. Верте в Божие чудесаи в вашей семье. В нашим времени. И убеждайте других, что Бог может совершить чудо. Конвенжете-и пеалтии, что Думнезеу может совершить чудо. Если мы естественные. Дако мы сутем, ку-думне-восту, если мы... ...аутентич. Если мы не скрываем все, что у нас есть. Дако мы не скрываем, ку-думне-сутем. Открываем Богу. Бог будет совершать чудеса. И мы станем естественной благословенной семьей. И мы будем быть о фамилии аутентикой. 160 лет наша церковь проповедует вот эти ценности чудес и перемен в жизни людей. 160 лет она делает это организованно, как организация. 160 лет она делает это организованно, как организация. Проповедует Евангелие. Продикан Евангелие. И у нас основной университет в Адентисской церкви. Да. В Бисерике Адентисте есть университет Аэндрюс. И много из вас учились в этой университете. И по-те-ка, многие из вас университеты. И университет. Да. Ваше университет. Вы можете увидеть вот такой арку. Да. Путите с этим. Андрюс University. Да. Андрюс University. Если вы подойдете к огромной главной церкви Малитвеного дома университета. Дар дак вы видите монумент перед зданием. Вы видите монумент. Вот. Здесь вы видите мужчину. А здесь вы видите мужчину. Девочка. О фетица. И мальчик. И у боецел. Что это за люди? Чеи университет? Почему мужчина и двое детей? Де че университет и двое детей? Где его жена? Унде и соцел? В этом году наша церковь отмечает и благодарит Бога за первого отправленного на другой континент миссионера. Бисерика наша не срабатывает, но отмечает. Анонсиазы? Да. 150 лет до первого нашего миссионера, который был в Европе. Первый миссионер. Это был непростой человек. Это был самый способный человек в наших адвентистских рядах. Скажет Эллен Вой. Это был самый способный человек в наших адвентистских рядах. Чео Анг清рты. Джон Андрюс. Джон Андрюс. Чео diyorsun в 1856 г. attic. В семье родилось четверо детей. Чеоriminal emпереду오сть четверо детей? Чео 붉ище четверо детей. ЧеоȘ thanю, вино что уindruckт учеги? Чео данное помещается. Чео данное — это миссионер. Чео ситуация атаки? Чео긴 хорош. Чео incrementает халение. представляет впервые нашу церковь как организацию в правительстве своей большой страны. В 1864 барбат этот John Andrews представляет самые сложные вопросы. Вопросы войны и участия адвентистов. И он представляет в фаца статуса самые сложные проблемы, проблемы с войной. В 1867 году его избирают дважды президентом Генеральной конференции. В 1867 году его избирать дважды президентом Генеральной конференции. В 1969 году, по 70-е, он главный редактор нашего издания, журнала. В 1969 году, он был редактором шефа Ревиум Хэрэлл. Он называл интеллектуальным гигантом. Он называл интеллектуальным гигантом. Передовым адвентистским интеллектуалом 19-го лета. Он был одним из первых ученых. Адвентистов, который помогал формировать пророчество, учение церкви. Как он пришел в адвентистскую церковь. В середине 1845 года, John Andrews познакомился с учением баптистов 7-го дня. Да, кампе ла жуматеа 1845, Андрус са фокут куноштинтэ ку инвэтэтура баптиштилор дзиуа 7-го. Он узнал о святостии суботнего дня. И, вместе с своими друзями, начал соблюдать ярких евангелистов в Соединенных Штатах Америки. Он проводил евангельские программы большие. У него было что сказать. Он делал это наглядно. Он углублялся в пророчество. Это вызывало неподдельный интерес у публики. И он был серьезным теологом. Он написал одну из фундаментальных книг адвентистской церкви. Книгу о суботе и первом дне недели. Возможно мы ее переиздадим. Да, мы пошли дальше в исследовании этого теологического вопроса. Сигур, мы мы идем дальше дальше. Но удивляемся, как нам мог в те годы иметь такое знание? Дар ма мир, как, в годы, в эти годы, с детьми так много куноштинтэ? Такое понимание этого вопроса, 7-го дня. Понимание этого вопроса, 7-го дня. Джон Андреус написал и ряд других статей и книг. Он написал и ряд других статей и книг. Удивляешься, как за короткий период времени он столько успел. Да, у нас был так небольшой, но он успел так много. Он владел семью иностранными языками. Это наша история. Может быть, кому-то не интересна. Нам нужно это знать. Мне приятно, что один из братьев подошел и говорит, я хочу больше знать. Я хочу учиться, растить. Я хочу больше. Это покерк адвентистов. Знать пророчества. Да, эти люди, которые были адвентисты. Существует больше. Существует полную картину о богатсловии адвентистов. Это очень важный. Это очень важно. Когда отец предложил ему, какие книжки тебе купите, Джон? Когда татал он спросил, что книги тебе купят, Джон? Джон просил купить ему книги на еврейском языке и на греческом языке. Джон просил субь, что смартфон написал в себе книги на зепрочке и на греческом языке. Что он потом и сделал. И в 1874 году, в 1874, 150 лет назад, церковь принимает решение учитывая учитывая на учитывая савант, теолог, евангелиста, бывшего президента Генеральной Конференции, отправить миссионерам в совсем другую страну, в первую очередь, в другую страну, в другую страну, в первую страну, это удивительно, Господь совершал чудеса через этого человека, Вы знаете, что на кануне его отъезда в Европу, когда уже было принято решение, у него было двое детей подростков, и умерет его жена, и у Джона Андреуса, было тысячу причин не поехать в Европу, не поехать на миссионерскую работу, но он не изменил свои решения, и церковь не изменила тоже свои решения, и в Швейцарии, в Европе он прибыл с 13-летней дочерью, и с 16-летним сыном. Да, и в Швейцарии он прибыл с двое детей, 16-летней дочерью, 16-летней дочерью, 16-летней дочерью, 16-летней дочерью, 13-летней дочерью, они отправили Швейцарию и туда и прибыли. В Европе, Джон начал сразу же издавать журналы, газеты, на немецком, французском, он изучил эти языки, и начал проводить широкую миссионерскую работу, мне так думается, что благодаря Джону Эндрису и его работе в Европе весь достигла и Молдовы. Потому что он посылал трактаты во все страны и регионы Европы. Если можно здесь... Он направлял трактаты и... Нет, до него был Чихонский. Я знаю историю Чиховского. Да, пожалуйста. Он направлял трактаты и буклеты во все страны Европы. Едем 5 трактатов и буклеты Антуати Церль. И вы видите, Швейцария, Италия, Египет, Турция, Россия. Да, Антуати Ачасти Церль получали эти брошюры. Ей примела Ачасти брошюр. Да, Чиховский был до этого. Он не был никем направлен. Он перешел в Черновцах границу со страны Польши. Да, он а трекут хотарли через Черновуц. И прибыл и на эту территорию. И это кажется, что вклад Джона Эндриса был через печатные издания. Да, и работа, которая была сделана Джона Эндрюса, была при публикации. Да. Вот то, что он делал. И это, что он делал. Если вы посетите музей в Колонже. Если вы посетите музей в Колонже, вы увидите эти первые газеты. Вы увидите всю библиотеку Джона Эндрюса. Вы увидите всю библиотеку Джона Эндрюса. С Станиславом мы были в этом году. Да, в этот год мы были в этом музее. Это удивительно. Это удивительно. Пророк Иезекиил передает Божие слова и говорит, «Искал я у них человеку». Да, Пророк Иезекиил transmите эти слова, когда он говорит, «Ам каутат у нас». Бог каждого из нас ищет. Почему ты пришел в эту церковь? Почему ты прикасаешься к этой удивительной истории твоей церкви? Почему ты пришел в контакте с этой удивительной библиотекой? Чтобы оставить след в мисиу. Чтобы не взяли на трудности, препятствия, выполнять то, что Бог сказал. Как и, в зависимости от проблемных и проблемных по которым ты встречаешь, чтобы спасать людей. А дочь Джона Эндрюса, ее звали Мария, она ему очень помогала. Она была редактором, коректором. Но она вдруг заболела в Европе tuberкулозом. За свой счет, Джон везет ее в США на лечение. Когда ему предложила церковь деньги на дорогу, удивительно, но он ответил, что он не может тратить деньги из Божьей казны на свои личные вопросы. Он сказал, что «Не может им позволить библиотеку за библиотеку за библиотеку за личные вещи». Многие из нас, особенно у пастеров, знают эту историю, должны прозвучать звоночек. Звоночек благодарности Богу за все, что церковь нам сегодня дает. Да, и ни капли ропата за то, что мы не получаем. Когда Джон прибыл с дочерью адвентистской санатуре, я обследовал сам Джон Келлок. Да, Джон Келлок сказал, что диагноз tuberкулоза подтвердился. Да, он сказал, что tuberкулоза уже не поможет. Да, никто ей уже не поможет. Лечение нет, вакцины нет. Да, лечение в то время действительно не было. И, конечно, в то время не было лечения. Ей выделили комнату в санатуре. Ей у датого камера apartе. Папа Джон сидел у ее кровати днем и ночи. Да, татал ей стоял на 4-й и 10-й и ночи. Ему говорили, чтобы он жил в другой комнате. Ему говорили, чтобы он жил в другой комнате. Так как может заразиться, tuberкулоза. Потому что он может забрать. Но он ответил. Но он ответил. У нее больше никого нет в этом мире. Ея не имеет никакого в этом мире. Я буду здесь с ней до конца. Я буду здесь с ней до конца. Мария умерла в 17 лет. Мария умерла на 17 лет. Она умерла на его руках. Ел а умерла на 17 лет. И в США, в США, на Сунионе, на Кладбище, на цимитир, Пахоронена Кари Матильда Эндрюс, это его супруга. А фаста мормантата соция Луи Кари Матильда Эндрюс. И Ангелина или Мария Сполдинг Эндрюс. Ангелина или Мария Сполдинг Эндрюс. Его сын вернулся в Соединенные Штаты Америки. Он занимался тот же издательским делом. Он, в основном, был очень рано умер. И очень рано умерли. И Джон Эндрюс пришлось похоронить сына. И Джон Эндрюс умерла на Сунионе. Но он всякий раз возвращался назад на свое мисионерское поле. Он знал, что его Бог туда направил. Он знал, что Бог его там благословил. А он был уверен, что это решение принял Бог через церковь. Когда Эллен Уайт стала известна об этой трагедии в семье Андрюса, она написала о его семье, ему фактически, письмо. Это было письмо Утишения. Она написала, что видела в видении, в воскресших его жену, сына и дочь. И опять Джон похоронил свою дочь в Америке. И сына. Имея тысячу причин не вернуться. Она не могла умерли. Но что бы это было в его жизни? Иногда и у нас бывают причины все бросить. Потому что у нас есть мотивы, чтобы оставить его все. Хуже, когда это причины обид каких-то, недопониманий. И мы все оставляем и говорим, пусть они занимаются. Вот его избрали, пусть и работает. Это не по Христу. Это не тот дух. Это не причина. Два причины, горе и переживание. И мы получаем какой-то излом в нашей жизни. Да, и много рев вина в нашей жизни. Нам нужно продолжать выполнять мисиу. Мы требуем, чтобы мы не планируем мисиу. И что это даст, если мы откажемся? И что это даст, если мы откажемся? Джон Андреус сказал, нет, я пойду. Джон Андреус сказал, я буду ходить. Там ждут люди. Там я ждут люди. Там меня направили. Там у меня мисия. Там у меня мисия. Он, конечно, в последствии заболел тоже tuberкулиозом. Серьезно заболел. И он имел опять много причин вернутся в Соединенные Штаты, где были лучшие врачи и адвентистское лечение. Серьезно, он и до сих пор умереть в стране Универсии, где он мог иметь частью лекуирую. Но до последнего биения сердца он оставался на поле своего служения. Но до последнего биения сердца он оставался на поле своего служения. Вы знаете, когда он умерел, он пригласил своих сотрудников и передал европейской мисии 500 последних своих долларов. И тогда, когда он умерел, он пригласил его коллаборатори мисии европейской мисии и умерел последние 500 долларов. Вы знаете, я не рассказываю какие он терпел трудности. Он не получал месяцами никакую зарплату. Но он не обижался. Он продолжал свое служение. И он попросил перед смертью своего Шурина. Он л-а ругат, в начале смерти, по Кумнату Луи. А его Шурином был Урия Смит, известная личность в европейской церкви. Да, Урия Смит, это Кумнату Луи, и была очень известная личность в европейской церкви. Когда вы умерел, не требует ничего в прессе. Напишите очень коротко. Скрите очень маленько. John Andrews умер. John Andrews умер, точка. John Andrews умер, точка. Какая скромность. Какая умиленность. На его похоронах. Какая смирение на мормантаре. Сектовые ступали с братьев. Тоти церкви говорили почти все одни тежи слова. Спунеют все одни тежи слова. Он любил Бога. Он любил семью. Он любил мисиу. Вместе со своей семьей. И он Богу все отдал. Семью, деньги, бани и себя. Конечно, Бог не приглашает нас пожертвовать семьюи умышленно. Сигурно, что Думы не дожит за нас пожертвовать семьюи. Но ведь враг нас атакует. Но дужману не атака. Иногда чуть-чуть там лисенията покусали нас и мы отказываемся от мисии. Да, когда мы умерли из этих волпишоаров. И мы готовы к нам. У нас есть удивительный пример подвига тех, кто был до нас. Джон Эндрюс умер и похоронен в Швейцарии, в Базеле. Да, Джон Эндрюс умер и похоронен в Швейцарии, в Базеле. Он любил народ, которому был посвящен. Он умер в 1883 году. В 1883 году он умер. В вазрасте 54 года. Так много сделаем за это время. Стоять много перенести. Стоять много, приносят много, приносят много. Но остаться верным мисии. И апостол Павел, зная историю предыдущих веков, пишет. Все это, и это что мы с вами сейчас исследовали, происходило с ними, как образы, как описано нам, в наставлении, тем, кто достиг последних веков. Это для нас эти истории, одна из самых больших радостей в мире, это приводить души ко Христу. Мы можем проводить разные программы, мы можем увлечься внешней оболочкой нашего служения. Как мы вчера в группе говорили, центр и цель всего нашего служения это спасение людей. Да, вчера мы говорили, что центр и цель нашего служения это спасение людей. Это дарить счастье. Изменять общество. Повестие Богу через изучение Священного Писания. Самая большая радость если ваша семья, отдел семьи, вашей общины подготовит кого-то к крещению. Я понимаю, что мы живем в мире незавершенных дел. И вы видите служение совершаете добровольно. Или кто-то получает зарплату за служение в отделе семьи. Я не знаю, в нашей дивизионе нет такой практики. Я думаю, что в нашей дивизионе нет такой практики. Добровольно. И мы вам благодарим за это. Мы преклоняемся перед вами. Мы поддерживаем вас. Мы поддерживаем вас. Мы будем молиться о вас. И помогать чем сможем. Вы можете сидеть в пятницу, в суботе, сегодня здесь и думать, ой, я вернусь, тут такие планы, мне надо то завершить, то завершить, то завершить. Да, probable, что, дунеастрия, стате и вы думайте, что мне нужно возвращаться. Но есть так много вещей, которые нужно поставить на пункт. Осень. Надо приготовить, убрать. Да, надо приготовить. Дело никогда не закончится. Ничего не уйдут. Я некоторые у вас спросил, а чем вы занимаетесь зимой, когда холодно? Peа, один из вас спросил, что вы крупотно занимаетеend? Этот брат на меня смотрел и говорит, роботаем! И он смотрел на меня так, и говорит, работать! Ничего не закончится. Дело никогда не уйдут. Дело никогда не уйдут. Но никогда не придет виду мас掉 지 нашей истории. Но никогда не нужно отпуститься от нашего то-веси. Никогда. Ничего не придет. У меня иногда появляется ностальгия по одержимости, в хорошем смысле слова, мисии в Молдове, где я рос. Когда я бываю в разных местах, я смотрю как люди относятся к мисии. Да, когда я вон в различных местах, я смотрю на что аттитута у людей в мисионе. Мисия церкви – это то, что нам оставил Христос. Мисиуя бисерики – это то, что нам оставил Христос. В этой большой картине мисии есть один пазл моей семьи. И в вашей общине есть ваш пазл семейного служения. В вашей общине есть пазл семейного служения. В вашей общине есть пазл семейного служения. Бисерика, как нижняя община, см vertices на целое государство. Даже если она маленькая община. Но там есть президент, там есть отдел здоровья, отдел по работе с детьми, с молодежью, отдел печати и информации, телевидение и радио, отдел семей, отдел семей, это пазл за который отвечаете вы, давайте вставим его в общую картину мисии всех отделов. Конечно, Бог не просит нас больше чем мы можем сделать. Но он ожидает, что мы и меньше не сделаем чем мы можем, но он ожидает, что мы и меньше не сделаем чем мы можем. Помните, успехов добиваются не программы которые мы будем проводить. Время, это ваша семья, это несколько семей, это ваша община, это ваша церковь, которая живет мисией. У мисии есть церковь. Мисия у него есть церковь. Мисию Бог не поручал отделу пропаганды вашего города. Да, дам не украдензат мисиу у него в вашем городе. Мисия у него был поручил своей церковь. У мисии есть церковь. А у церкви есть семья. Отдел семьи. Церковь для мисии. Но не мисия должна работать на церковь. Но церковь выполняет мисию. Когда церковь начинает упрашивать людей, помочь ей, то тогда работают не добровольцы, а наемники. То есть за все надо заплатить. Нет времени. Пастер всех упрашивает. Надо провести программу, он каждого умоляет. По три раза звонит. Чуть ли не на колени дома перед семьей становится. Потому что на нем ответственность. За выполнение мисии. Он хочет, чтобы этот пазл был в этой общей картине. Он хочет, чтобы этот пазл был в этой общей картине. Каков проект и участие твоей семьи в мисии церкви? Я не буду сейчас рассказывать о проектах. Но уже здесь я видел как некоторые семьи участвуют в проектах. Мотивируйте семьи иметь свой проект для выполнения мисии. И пусть Бог в этом благословит. И пусть Бог в этом благословит. Будь не просто ходить посетителем церкви. Но будь церковью. Не просто ходи в церковь. Но будь церковью. Это твоя церковь. Это твой отдел. Это твое служение. Очень красиво апостол Павел пишет жителям города Филиппы. Он пишет церкви. И приглашает их. Только живите достойно. Достойно чего? Достойно чего? То, что вы должны делать. Благовестование Христово должно выполняться с достоинством. Когда мы живем достойно. Тогда мы благовестуем достойно. Когда мы не живем достойно. Мы не достойны этого благовестования. Поэтому в семье главнее погода. Духовная погода. Это атмосфера. Атмосфера spiritualа. Жить достойно. Чтобы достойно выполнять благорестование Христово. Вот чего Бог ожидает от каждого из нас. Кто-то сказал, говори о Христе когда спрашивают. И живи так чтобы спросили. Только живите достойно. В space время или поздно зад NAВА ainda preguntают, Почему так живешь? Сiyor веришь? Почему так живешь? Почему так веришь? Почему так решаешь? Но если ты живешь достойно? Д brauch не достойно. Если ты не достойно живешь? Если узнать, то тебе скажут- О том, что он спросил. А тебе так нельзя? А в семье так нельзя. И удивляешься, откуда же они знают. Да ты им сам рассказал, просто забыл. Живите достойно. И вас спросят. И у вас будет возможность сказать. Мы его руки. Мы его руки. Мы его руки. Руки Иисуса на этой земле. Он рассчитывает на нас. Он говорит, Идите в свои общины. И планируйте служение. Живите достойно. И проповедуйте Евангелие. Спасайте людей. Только живите достойно. Вы можете скромно, не очень достойно работать, выполнять программы разные. Но если люди знают, что вы достойно живете, они вам все простят. Они простят вам ваш непрофессионализм. Идите. И я с вами. И я буду с вами. Наступил момент, когда мы должны совершить последнюю молитву. Молитву посвящения на служение. Молитву посвящения на служение. Молитву посвящения для миси. Молитву посвящения для миси. Но они были до нас, и они жили достойно, и они оставили след, и церковь не просто выжила, она развила здесь Молдовия, и мы хотим поблагодарить Бога за это, и хотим помолиться за каждого из вас, чтобы Бог благословил ваши служения. Чтобы вы и жили достойно, и благословили достойно, и собрали достойно. Я приглашаю сюда пастыров на сцену, мы совершим молитву, и мы будем рогать. Очень приятно, что в этом конгресе были пастыры, по каждого благословим за вашу служение, Благодарим, что вы привезли своих руководителей, что вдохновляете их на служение, что вы вдохновляете их на служение, Господь вас благословит, мы помолим себе Господу о каждом из вас, мы верим в Божью силу, Бог готов оживить ваше служение, Он готов послать вам чудеса, Он даст вам нужные ресурсы для служения, Он наделит вас любовь и уведение, и успех будет очевиден, и вы тоже имеете опыт, и мы будем рогать Господу, наш любимый Небесный Отец, тебе возносим нашу молитву посвящения, Господи, прими нас, такими как мы есть, и изменяя силу Святого Духа, и смешивая силу Святого Духа, мы просим тебе Господи, чтобы ты принял благодарность за историю нашей Церкви, за первых миссионеров, за первую семью, которая проделала такой большой пути, и совершила такой большой труд, и которые продолжают эту большую работу, и были потери, были скорби, мы живем на земле, Господи, но они достойно прошли этот пути совершения миссии, но они достойно прошли этот пути совершения миссии, у каждого из нас есть Твое поручение, и мы просим Господи, чтобы ты нас благословил, мы как служители поднимаем наши руки к небу, и просим каждого призри и благослови, и мы просим каждого руководителя, по каждому руководителю, отдела семьи, departamentу, мужа, жену, соция и соц, детей, всех пастеров, каждую общину, каждого членов церкви, молимся о благополучных семьях, и благодарим, что они есть, но молимся, Господи, о тех, кто разбит, огорчен и смущен, но мы просим тебя, чтобы ты помог нам принести бальзам, мы просим бальзам, пусть произойдет чудеса изменения и исцеления, и ласа, чтобы у нас есть место, и благослови наши планы по служению, когда мы вернемся, благослови все наши мечты, и помоги понимать, что с тобой все возможны, и помоги нам помнить, что когда ты будешь идти в этот мир, мы, наши семьи, семьи наших церквей, могут быть в числе тех, кто скажет, вот я и дети мои, вот я и моя жена, вот я и соц. вот я и мой муж, вот семьи из нашей церкви, вот семьи из моего города и села, мы идем на встречу Господь тебе, мы спасены, мы благодарны, мы достойно жили, достойно тебя, достойно твоей миссии, миссионы Тае, достойно той вести, которую ты нам открыл, и ацелуи миссия, который не-а фоскоперит, благослови нас Господи, ты ругам бинекувенте, мы шли нам смирение, мы удрость, мы силу, побеждая все дьяволские козни, у наших семья, и потери, потому что мы берем все планы, и целуи рэу, мы шли нам шасте, радость служения, дай-не ферриция и бухгария служения, ва имя Иисуса Христа, в имя Иисус Христов. Амин. Амин. Амин.